Академик Евгений Завойский – знаменитый советский физик-экспериментатор. Основатель Казанской научной школы физиков он прославил Казанский университет, открыв в 1944 году такое явление, как электронный парамагнитный резонанс. В 1926 году ученый поступил на физико-математический факультет Казанского университета, а после там же продолжил карьеру и возглавил кафедру физики. Мы очень рады, что в 1944 году выпускником и доцентом нашего университета Евгением Константиновичем Завойским было открыто такое явление, как электронный парамагнитный резонанс. Надо сказать, что в те времена увлечения квантовой физикой все искали, из чего устроена материя, как устроены ядра, как устроены атомы. И вот все искали ядерный магнитный резонанс, а нашему великому соотечественнику, выпускнику Казанского университета удалось наблюдать электронный парамагнитный резонанс, то есть как резонируют электроны в атомах. Сзади меня видите большой-большой магнит, большой-большой магнит, может быть и маленький магнит, помещается вещество. Его облучают с помощью сверхвысокой частоты СВЧ, то есть с помощью электромагнитных волн. И вот при определенном соотношении частоты и магнитного поля вдруг все вещества начинают резонировать. И это сразу говорит о том, в принципе, можно понять, из чего сделано вещество, какой это материал, что там внутри. К самому открытию ученый пришел даже раньше, чем в 1944 году. Совместно с коллегами Семеном Альтшулером и Борисом Козыревым они стояли на пороге открытия уже в 1941 году. К изучению явлений Завойского сподвигла статья Гортера. Электронный парамагнитный резонанс – метод спектроскопии, который используется для изучения молекулярной структуры и химических свойств веществ, содержащих неспаренные электроны. Принцип работы основан на явлении резонансного поглощения электромагнитного излучения веществом с неспаренными электронами во внешних магнитных полях. Метод позволяет исследовать структуру и свойства веществ на атомном уровне, изучать процессы, протекающие в твердых телах, жидкостях и газах. Допустим, нам нужно исследовать какое-нибудь вещество. Здесь, в этой установке, в стеклянной пробирке, вот такой порошок. Боюсь назвать неправильно, но это соли марганца, хотя физики называют очень сложные номинования, я их не выговорю. Это вещество здесь показано. Нам нужно его исследовать. Мы помещаем его в катушку. Чтобы здесь создалось магнитное поле, нужно дать напряжение. Мы видим, что стрелочки в амперметрах, вольтметрах отклонились, и сейчас магнитные поля пронзают наш порошок в стеклянной колбочке. Что там происходит, мы можем видеть на экранах осциллографов. Как раз видим такую вот амплитуду. Она похожа на кардиограмму сердца. Человеческого сердца, то есть амплитуда чем выше, чем ниже, тем, значит, показывает, что процесс идет. Но у человека сердце работает. Но смотрите, если мы нам сейчас, мы попытаемся достать этот порошок и уже без него вставить сюда пустую катушку, то видим, что на осциллографе ровная линия, то есть ничего не происходит. За это открытие за войске был достоин Сталинской премии в 1946 году. Ученый неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию в 1952, 1953 и 1954 годах. Но премия в области физики в те годы была присуждена другим исследователям. Несмотря на то, что за войске не получил премию, его открытие электронного парамагнитного резонанса стало важным вкладом в развитии физики твердого тела и спектроскопии. Резидент Каримова, Вячеслав Василенко, Универ Новости.